К российско-казахстанскому форуму привезут в Челябинске ядерное оружие, атомные бомбы и межконтинентальные ракеты. Их покажут посетителям специальной выставки об истории Южного Урала. Откроется она на заводе «Конор», где будет проходить форум. Представленные на экспозиции будут уникальные экспонаты, которые раньше почти никто не видел. Подробности Василия Цвентуха. Тонкая телячья кожа, златоустовская гравюра на стали. Так выглядит обложка одной из самых необычных книг на Южном Урале. Это рапорт Иосифу Сталину от большевиков Челябинской области. В него вписаны все данные о предприятиях области за 1943 год. Книгу изготовили в 1944-м в двух экземплярах. Первый, украшенный драгоценными камнями, отправили в Москву. И сейчас он хранится в Центральном историческом музее. А второй, с искусственными камнями, остался на Южном Урале. Он полностью все сделан вручную. Художники сделали вручную его. Через фотоколлажи наклеенные, через какие-то диаграммы, рисунки. Представлена продукция того или иного предприятия, оборонная продукция. Представлены руководители. Обычно книгу хранят в государственном архиве. В 5-килограммовом футляре из бронированного стекла. И доступ к ней закрыт для всех, кроме сотрудников архива. Но сейчас рапорт и тысячи других документов, в том числе недавно рассекреченных, готовят к переезду. Их покажут на выставке об истории Южного Урала в рамках российско-казахстанского форума. Экспозицию разместят на заводе «Конор». И состоять она будет из нескольких площадок. К примеру, атомный проект, индустриализация, целина и танкоград. Так посетителям покажут погоны и личный пропуск Исаака Зальцмана. Во время Великой Отечественной войны он руководил тракторным заводом в Челябинске. И в 1943-м под его руководством начали выпускать новые танки ИС-2. Готовятся к выставке исторический музей. На специальных стендах сотрудники Краеведческого музея покажут природные богатства региона. Уникальные драгоценные минералы, которые применяются для создания украшений. И производственную руду, которую у нас добывают. И, конечно, осколок Челябинского метеорита. Выбирали те минералы, которые очень яркие, которые очень интересные, которые в первую очередь привлекают своей формой, своим блеском. Ну а с другой стороны, это минералы, которые принесли, так сказать, славу Южного Урала, как Урал опорный край державы. Доставят к форуму и уникальные атомные экспонаты из Трехгорного и Снежинска. Первые боеголовки, межконтинентальные ракеты и авиабомбы, которые разрабатывались на Урале. Многие экспонаты всего лишь раз покидали спецхранилище. Это было в 2015 году, когда в Краеведческом музее проходила выставка «Ядерный щит России». А теперь уникальные экспонаты повторят этот путь уже до завода «Конор» и российско-казахстанского форума. Хранители уточняют, сейчас оружие уже не представляет опасности и не излучает радиацию.